Ребятки, всем привет, с вами Александр и настало время познакомиться с очередным нашим новым динозавром, это Эоламбия. Эоламбия, так правильно звучит название этого динозавра на английском языке, это род травоядных динозавров из группы игуанодонтов, живших в меловом периоде, 105-93 миллиона лет назад на территории современных США. В 1992 году был найден и описан типовой вид Эоламбия коралджанесса, об этом мы поговорим о первой и второй части его названия. Первая часть родового наименования происходит от греческого слова эос, что означает рассвет или утро, также его можно перевести как рано. Вторая часть названия по фамилии канадского палеонтолога Лоуренса Ламба, в честь которого был назван ламбиозавр. И получается у нас комбинация эос плюс ламба, эоламба, эоламбия. Название в целом можно перевести как рассвет ламбиозавринов, а видовое определение коралджанесса названо в честь первооткрывательницы животного Кэрол Джонс. Перед официальной публикацией фигурировало также название эогадрозавр, коралджанесси. Окончательное название было предложено Майклом Скрепником. И тут мне его фамилия показалась вполне себе такой русской и я решил провести небольшую детективную работу. Первое, что нам стоит знать, что это художник и писатель о динозаврах, чьи книжки можно найти на Амазоне. На сайте Амазон, на английской его версии, вот есть такие даже книжечки by Michael West Kripnik. Вот такие вот есть книжечки про тираннозавра, трицератопса, спинозауроптерикса, диплодокуса. Но я думаю, если еще поискать, то можно найти прочие книжки, хотя и вот стоят они совсем тут дешево вообще какие-то. По одному центу, ребята, не знаю, если это на самом деле книжки эти есть, их можно купить за один цент, то это очень даже прикольно. Ну вот самая дорогая про тираннозавра, 12 фунтов. 12 фунтов, да, ну, скажем так, не дешево, но вполне себе нормальная книжечка. Ну, эти все работы, как видите, 2005-2004 года. Также я еще немножко покопался в интернете и обнаружил, что он у нас проживает в Колорадо и работает в компании Динозавр Рич. И это, ребятки, очень интересно. Вот так вот выглядит, собственно говоря, сайт этой компании. Советую вам сюда зайти и покопаться. На нем найдете много интересного. Вот такая вот у них презентажка, ребятка, тоже посмотрите. В общем, хребет динозавров, ну, хребет в смысле горный хребет динозавров, так можно перевести название этой компании, является национальным природным памятником недалеко от Денвера. Он был оценен как главный ресурс динозавров в Соединенных Штатах и один из лучших таких сайтов в мире, ребята. Они приглашают их посетить и узнать, как вы можете помочь защитить наши с вами палеосокровища. Ну, имеется в виду, естественно, останки динозавров. Все ссылочки будут, ребятки, в описании. И возвращаемся к нашему динозаврику. В окаменелостях были найдены практически целые скелеты как минимум 11 разных особей Эоламбии. Относительно плоский и удлиненный череп голотипа имеет длину около метра. Исходя из чего оценили общую длину животного в 9 метров. Однако палеонтолог Грегори Эспол в 2010 году переоценил длину тела животного, уравняв ее примерно к 6 метров, а массу в 1 тонну. Изначально Эоламбии причислили к семейству гадрозаврит, считая ее типичным представителем группы ламбиозаврин. Однако поздний анализ показал, что Эоламбия относится к кладе Нео и Гаонодония и является близким родственником пробактрозавра. Вот такого вот. И раз ты досмотрел уже до этого момента, то не забудь поставить лайк. Вот прямо сейчас возьми и поставь, а то забудешь. А еще лучше поделись этим видео со своим другом, чтобы он его не пропустил, да и вообще подписался, потому что у нас таких видео выходит довольно много. Вот, ребятки, наша Эоламбия. Мы сейчас ее полностью прокачаем на 40 уровень. Эоламбию нашу можно купить за виповские очки. То есть она вот сейчас у нас находится. Вот здесь доступно за 20 тысяч очков. Можно купить набор с Эоламбией, где гарантированно вы ее получите. Также ее можно прикупить в группе ВКонтакте, где ее купил и я. Ссылочка будет в описании вместе со всеми остальными полезными ссылочками по Эоламбии, ребятки. Вот так вот выглядит, в общем-то, первый уровень. Десятый ничем не отличается. Двадцатый. Появились полосочки и тридцатый. Ух ты, такие у нас прям огненные, он какой-то у нас тигрозавр. Эоламбия тигровая. Можно, можно как-то так почитать. Так, что нам нужно сделать сейчас? Тридцатый. Сделан до одного двадцатого. Еще. Пойдем, посражаемся. И сделаем сорокого и еще посражаемся. Ну, то есть по нашей старой, любимой, проверенной классической схеме. Ну, ведет себя как пахи. Так, а у меня пахи здесь есть. Вот. Ну, вот так, точно так же себя ведет. Ну, давай. Ну, в общем-то, можете мне поверить, что анимация очень-очень похожа. Да, не знаю, почему у нас разработчики добавили именно Эоламбию, почему они не захотели добавлять Игуанодона. Он намного более популярен, намного больше фильмов про него снято. Кстати, даже вот этот фильм же. Есть же мультфильм старый. Эра динозавров, или как он назывался, где маленькие обезьянки, лемуры вырастили яйцо. Динозавр. Просто фильм называется, то есть анимационный фильм называется Динозавр, если я не ошибаюсь, да? Там, где Карнатавр бежал, яйцо Игуанодона попало в реку, приплыло к обезьянам-лемурам, они его вырастили, и потом еще там было падение метеорита. Там же был именно Игуанодон, в общем-то. Это очень популярный динозавр, но у нас его в игре почему-то нет, как и Брахиозавра. Компания и люди не перестает удивлять. Но у нас теперь есть Эоламбия, про которую я, собственно говоря, и не слышал, пока она не появилась, вот, не анонсировалась в игре. Давайте еще мы тогда сейчас пока, пока у нас тут все свежо, прочитаем, что у нас пишут. Так, из-за пробелов палеонтологической летописи точный размер Эоламбии остается неопределенным. Так, в предложениях ученых он варьируется от 5,5 до 8,8. Ну, о чем я и говорил, изначально было 8, да, а потом сказали, что все-таки 6. Идем дальше. Так, все окаменелости до сих пор находили в штате Юта. Так, наименование Эоламбия можно перевести как Рассвет Ламбиозавринов. Так, вторая часть названия фамилии палеонтогу Лоуренса Ламба, который первым изучал окаменелость Эоламбия Заврина. Ну, они, видно, тоже прочитали в Википедию. Так, ну что, идем сражаться, ребятки. Так, 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 так. А что у нас здесь? Посмотрим, какие у нас здесь противники. А какие условия? Без ограничений. Интересно, ну ладно, давайте все-таки мы сюда полезем или не сюда полезем, как вы считаете? Так, Эоламбия, вот наша 30-я самая мощная. Нет, это будет совсем жестоко, как бы, ну, будет неинтересно. Нужно, чтобы было посложнее. Лучше проиграть, да. Ну, чтобы было немножко поинтересней. Так, вот 30-я. Так, ну, вот 20-я у нас Эоламбии. Вот. Ну, хотя тут стоит взять еще-таки амфибию. Иначе будет... Будет совсем печально, скорее всего. Давайте возьмем амфибию одну. Вот так вот. Сходим двумя, 20-м и 30-м. А потом 40-го, вообще будет все прекрасно. Во-во-во, не зря я взял амфибию. А то нам было бы... Ну, не сказал бы, что, наверное, слишком тяжко, но... Ну, может быть. Нам Залмоксиса нужно завалить очень даже по-быстрому. Так, плохо. Плохо дело. Он нас не проатаковал. 4 балла. Но ему нужно нам все 4 атаковать. У него там идет третий Апатозавр. Это совсем, как бы, не страшно. Мы здесь разберемся за два. Раз, два, раз, раз, два. Ну, вот и все. Ну... Так, надеюсь, Пахигала нас не это... Не, вообще никак. Без шансов. 3, 3, 3, 3, 3. Сменился. У него осталось 2. Ухахаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа вообще-то надо было мне два поставить ну честно по честно говоря повезло повезло он бы мог меня пробить и потом бы я ну и ламбе и хотя у нее сильный удар довольно сильный удар смотрите половина от жизни три раз два раз два yes мы победили какие у нее смотрите мощные ноги как у спринтера 100 метров ну и добиваем 2 ух на самом деле на на тоненького ну отлично крутим нашу леточку и немножко монеток закрываем и и возвращаемся чтобы доделать наше дело так сразу и сливаем так ну сейчас им вот интересно да какие изменения произойдут это всегда такая интрига и загадка как открыть киндер сюрприз что же у нас получится так так и так давайте еще взглянем на нее в последний раз такую мы ее уже не увидим в ближайшее время начать эволюцию у у нас появился какой-то гребень тогда так ну в принципе вполне себе хорошо что его как бы там особо сильно не изуродовали добавили гребень и немножко вот этих до выростов на спине а в целом он остался без особых изменений это вполне себе хорошо ребятки такой вот у нас классный классный или яркий вполне све динозавры и хорошие показатели давайте смотреть по полку и полтора миллиона за одно кормление это конечно вам не просто так так 3 800 на 1800 4 на 2 практически практически силы 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 у него и не это круто давайте сейчас же мы пойдем посмотрим где он у нас нет стоять мы забыли прочитать четвертую часть так и аламбия входит в крупную группу динозавров называемых гадрозавридами так ну вообще-то по-моему это ее изначально сюда перечисляли а потом ее так это значит что аламбия имеет родственные связи с анс ну то есть это более мелкая группа и гуанодонов так через такую общую группу предков как гадрозаври формы ну такое слово я первый раз честно говоря встречаю группа может гад гадрозавр миды ну ладно написали как написали так таки так что идем идем сражаться ребята добавили нам еще довольно сильного траво я но и где же ты у нас находишься вот находится у нас вместо маста донзавра метапазавром птердоустро и мамонт с ударом в 1700 ну да на метапазавра очень похож незначительное отличие чуть больше силы удара чуть меньше жизни и так травоядный амфибия травоядный погнали так зухи ну в принципе все хорошо мамонт наш главный враг и я бы даже проатаковал если нам такую возможность дадут и да нам ее дали но смотрите какие красочные динозавры апатозавра вот красивый такой раскрасочка зухариптер в принципе сам по себе такой летающий дракон ну мама то конечно немножко краски не хватает его бы как бы перерисовать немножко но смотрите забавная ситуация да какой мамонт против апатозавра на апатозаврик а кстати уже тоже презентовали в jurassic world evolution в игре выходил недавно ролик так ну давайте просто протухой выжил но он сейчас потратит все три балла и это нам на руку махау ну чёрт мы я выжил не 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 рассчитывал честно говоря на это думал будет хана но также какие его не добил 600 и он 600 у нас в паритет ребятки ну что зауроподище так ангела победил но тут нам осталось всего-то ничего делаем вот так постараемся забрать двоих раз два раз раз два три он смотрите какой он здоровенный он против ангела дока вообще как-то особо не кажется маленьким это вам не какой-то там галимин крупное животное однако крупное животное однако крутим нашу рулеточку немножко очков лояльности до получаем и возвращаемся к нашему динозаврику эоламбия ребятки так что не забудьте обязательно поставить лайк потому что на подготовку и монтаж этого видео ушло больше двух часов хотя само видео да такое коротенькое вполне себе там минуток 15 на этом я с вами прощаюсь с вами был александр до скорых встреч всем пока